Знаете, какую тему можно обсасывать на моём YouTube-канале буквально каждый месяц, и она всё равно останется актуальной? Если вы подумали про способы оплаты, то вы безусловно правы, но я стараюсь не паразитировать на этой теме. Есть гораздо более любопытная тематика, а именно сервера, пригодные для игры. Ведь впереди гневка для лича, до припатча остались считанные недели, а до запуска игры буквально месяц с копейками, а значит самое время вернуться в игру, либо же начать с нуля. Да, понятное дело, что многие пользователи предпочитают всему этому активу игру на приватных серверах, но есть и те, кто всерьёз собираются врываться на официальные. А поэтому сейчас идёт активный дискусс на тему того, где лучше начать. И знаете, каждый месяц информация по этому поводу меняется. Безусловно, некоторые сервера теряют актуальность, а некоторые, наоборот, становятся гораздо популярнее. Именно об этом и будет наш сегодняшний подкаст. Как вы знаете, на моих прямых трансляциях и в моих роликах периодически проскакивает тема приватных проектов по вселенной World of Warcraft. Обсуждали мы и Дыркули, и Вармейн, и Черепаху, и многие другие игровые миры. Тем не менее, с каждым есть свои нарекания, либо жёсткая система монетизации, либо плохой онлайн. Сегодня же мне бы хотелось представить вам моего нового спонсора, сервера, про который я ничего не знал, но который хвалят все мои зрители. Речь идёт, конечно же, про Изенгард. Сей прекрасный игровой мир существует уже без малого целых 13 лет на просторах русскоязычного интернета, при этом в его распоряжении довольно неплохой онлайн для ПВЕ-активностей. Речь идёт про 3 с копейки тысячи в любое время дня и ночи. Приятным достоинством сервера можно отнести отличную работоспособность. Поверьте, никто, кроме Изенгарда, не может похвастаться подобным уровнем при разговоре про классический гнев Короля Лича. Радует и система монетизации. В то время как у конкурентов вы без труда можете приобрести тёмную скорбь всего за пару сотен рублей, здесь вам доступны только питомцы и прочие кастомизирующие предметы. Добавьте к этому адекватную администрацию, высокую стабильность серверного железа, а также возможность бесплатно перенести своего игрового персонажа с любого другого приватного проекта. И вы получите тот сервер, на котором будет не стыдно играть, а мне не стыдно продвигать. К слову, я уверен, что среди моих зрителей много пользователей, кто тоже может сказать много хорошего про Изенгард. Если вы из таких, обязательно выскажите свою позицию в комментариях. От себя же напомню, что если сервер вам приглянулся, вы можете перейти по моей персональной ссылке в описании. Удачи! Итак, краткий экскурс в происходящее. Как вы, наверное, знаете, совсем недавно, 24 февраля, началась война в Украине. И после этого Россия и Беларуси отрубили подписки. Вслед за этим количество активных игроков на сервере пламя гор, да и в целом в русской различном кластере, резко начало снижаться, и на текущий момент снизилось приблизительно на 70% от начальной цифры. До начала военных действий в Украине в русской различном кластере играло около 30 тысяч активных пользователей на всех серверах. Сейчас же цифра дошла до отметки в 9 тысяч с копейками, чуть меньше десятки. В целом это все еще неплохие показатели, и для жизни на том же пламя горе, где остались последние выжившие, этого хватает. На нем все так же можно довольно благополучно играть за Орду, так как эта фракция здесь доминирует, но за Альянс есть уже определенные проблемы. Из-за этого пользователи все чаще задаются вопросом, куда же можно трансфернуться, или где же стоит начать для того, чтобы избежать перспективных проблем с онлайном. Вот, собственно, в этом подкасте хотелось бы это обсудить. Разумеется, мы начнем с пламя гора. Во-первых, сразу скажу, что у меня нет цели сгустить краски и убедить вас идти на европейские сервера, чтобы русские реалмы загнулись как можно быстрее. Я никак не влияю на происходящую ситуацию, и просто освещаю то, что именно творится на пламя горе. И делюсь своим опытом. А ситуация сейчас такова, что за Орду в целом все довольно неплохо. В среднем ожидание проков на батлграунды составляет приблизительно 10 минут. Я бы даже сказал до 10 минут, что в целом довольно неплохо. В то же субботу или воскресенье можно прокать практически нон-стопом. Что указывает на довольно высокий уровень живости пламя гора за Орду. С ПВЕ составляющей тоже все довольно неплохо. Активных ПВЕ гильдий много. Есть топовые коллективы вроде Эксолуса. Есть гильдии послабее, те же самые на Созвоне. В общем, присоединиться кому найдете. Есть даже казуальные гильдии, которые появились совсем недавно, и которые периодически обращаются ко мне за рекламой. Есть и такое. Хватает всего. Поэтому технически за Орду сейчас можно довольно неплохо пребывать на пламя горе. Но опять-таки, это прямо здесь и сейчас. Продолжится ли такая тенденция в Лич Кинге, или станет хуже, сказать тяжело. Ведь, как вы знаете, в Лич Кинге начинают очень сильно доминировать люди. А значит, какой-никакой, но отток из этой фракции будет. Насколько серьезен он будет, пока сказать сложно. В итоге мы рискуем получить две мертвые фракции. Кстати, про мертвые фракции. Что же происходит с Альянсом? С Альянсом ситуация несколько сложнее. Когда я вернулся на официальные сервера, это было как раз где-то в апреле месяце, полноценно вернулся, потому что до этого мне было необходимо срочно выехать из страны, онлайн на пламя горе Саальянс очень сильно обрушился. И еще буквально месяц назад, в том же мае, найти какую-то активность было очень тяжело. Я игрок утренний, и поэтому не отрицаю, что вечерний прайм-тайм меня задевает по касательной. Поэтому в целом мне информация из него не очень полезна. Но ситуация следующая. Утром найти пати в Героике практически невозможно. Собрать пати в Нормалы практически невозможно. Сбор любого рейда это та еще проблема, если у вас нет популярного дискорд-канала. А значит вы либо ходите с другими рейд-лидерами, либо создаете свой собственный дискорд-канал. Здесь одно из двух. Думаю, большинство игроков вряд ли имеет амбиции стать крупными рейд-лидерами, поэтому вам это скорее всего до барабана, и вы просто присоединитесь к действующим дискордам. Тем не менее, это все равно проблема. С активностью в ПВЕ составляющей, как и в ПВП, есть натуги. В ПВП вообще все очень плохо, потому что в ПВП вы технически можете ожидать прока батлграундов от 3 до 12 часов. Зависит от того, что именно вы ждете, в какой день недели и в какое время суток. Это действительно серьезная проблема, я неоднократно демонстрировал это на стримах, пытаясь попасть на те или иные поля боя, и ожидая в очередях от 3 часов и больше. В вечернее время с полями боя ситуация сильно не налаживается, там тоже есть схожие проблемы. Опять-таки, поля боя прокают очень долго, даже вечером. На некоторые попасть очень тяжело. Тот же самый алтерок, это поле боя, которое доступно по сути дела только тогда, когда на него есть делик. В остальное время на него не попасть. Так что, если вы большой фанат полей боя, на пламя горе за Альянс вам будет очень сложно. Касательно экономики за две фракции. У Альянса с экономикой все более-менее устаканилось, у нас появляются фармеры в фридвере, так сказать, Лич Кинга, все барыжат бустами и так далее, пока они еще остались. Поэтому рынок более-менее насытился товарами низкого уровня, плюс опять-таки есть какое-никакое, но все-таки возвращение игроков в игру, а это все-таки оживляет происходящее на сервере. За Орду все в целом нормально, там проблем нет, и цены на аукционе, надо сказать, довольно демократические, особенно если сравнить их с ценами на том же самом FireMao, там буквально месяц назад или полтора месяца назад. Поэтому в целом жить можно, находиться и играть можно. Но вопрос, что будет дальше? Как вы знаете, Blizzard все больше и больше закручивают гайки, у нас все больше и больше проблем с оплатой подписки и так далее. Игроки, приходящие в World of Warcraft, все чаще уходят сразу на евро, и это в целом правильное решение. Также совсем недавно появилась возможность переехать на знаменитый FireMao, что также влияет на отток пользователей. Да, он довольно медленный, потому что трансфер стоит целых 2000 рублей, но игроки потихонечку-полигонечку уходят. Это касается как скилованных опытных игроков, так в целом новичков-казуалов, кто просто плюс-минус знаком с англоязычной игрой и способен там находиться. Могу ли я вам рекомендовать Пламегор? Нет, Пламегор я рекомендовать вам не могу. К сожалению, вы это решение должны принимать самостоятельно. Если вы хотите играть с русскоязычным сегментом, с локализацией и так далее, здесь выбор всего один. Это Пламегор, больше идти некуда, кроме считайте мертв. Но вы должны знать, что Пламегор стагнирует, и стагнирует довольно успешно и довольно долго. Активных пользователей максимального уровня, если бы не трансферы с Хроми, которые открылись совсем недавно. До недавнего времени нельзя было бы переносить персонажей с ПВЕ на ПВП-сервера, и вот эту функцию сняли, и с Хроми люди поехали на Пламегор, что серьезно подбустило его онлайн, и позволяет ему не падать ниже отметки 8000 пользователей. Тем не менее, когда Хроми истощится, точно так же, как Рок Делар, Весник Рока и Измей Далак, что будет с Пламегором сказать сложно. Лич Кинг, начало его точно переживет, весьма вероятно на припатче даже немножко подымется, но в длительной перспективе с Пламегора, возможно, придется выезжать. Поэтому, если вы не из хайпажоров, которые приходят в игру на старт поиграть месяц, а из тех, кто хочет поиграть Лич Кинг на длительной перспективе, либо готовьте пару тысяч рублей на трансфер в перспективу, либо сразу не идите на Пламегор. Решайте сами, здесь я плохой советник, потому что следующие сервера будут не намного лучше Пламегора, и у них тоже есть свои проблемы. Следующий сервер в нашем списке, это ТОП-3 сервер по заселенности на текущий момент, и называется он ФАЕМАУ. Если вы давно следите за моими роликами, то вы наверняка про него слышали уже не один десяток раз, и вероятнее всего вы слышали про него и от других контентмейкеров, а также блогеров. Потому что ФАЕМАУ является столицей англоязычного сегмента и в целом европейского региона. Именно на ФАЕМАУ собирается основная часть игроков, основной бомонд, основные казуалы, среднячки, рпшники, все. На этот сервер банально съехались все игроки, которые хотели так или иначе играть просто вместе. В результате чего образовался мега-сервер, так во всяком случае его назвали Activision Blizzard, на котором сумма игроков максимального уровня дошла до отметки почти в 35 тысяч человек. Да, чтобы вы понимали, на одном европейском сервере людей играло больше, чем в три раза по отношению к русскоязычному сегменту целиком. Более того, ФАЕМАУ гордился тем, что у него было очень хорошее соотношение фракций, потому что Альянс с Ордойтом находились приблизительно в соотношении 55-45 в пользу Альянса, что, как вы понимаете, в целом довольно неплохо и более чем играбельно, особенно если учесть постоянный приток новых людей за обе фракции. Такому укропнению способствовала политика Blizzard, начатая в октябре прошедшего года. Они всеми силами старались убрать людей с малонаселенных реалмов и переселить их на крупные сервера, в результате чего значительная масса пользователей перебралась как раз на ФАЕМАУ, как на один из самых привлекательных и интересных серверов. Тем не менее, из-за вполне себе ожидаемой перенаселенности, Blizzard приняли решение закрыть этот сервер, что они благополучно и сделали в прошедшем месяце. Здесь нам нужно отойти от контекста и объяснить один важный нюанс. Дело в том, что на серверах сейчас присутствует так называемая слоевая система. Проще говоря, на каждом реалме присутствует несколько подреалмов, благодаря чему в онлайне может одновременно находиться огромное количество игроков, и каждый слой по сути своей является своей отдельной реальностью, с ресурсами, но общим аукционом. Игроки могут между ними перемещаться, собирать в них ресурсы и так далее. Тем не менее, такие сервера, как ФАЕМАУ, из-за перенаселенности не могут удовлетворить свой спрос на ресурсы. Ресурсов в мире настолько мало, их спавнится настолько незначительное количество, что банально даже нескольких слоев не хватает для того, чтобы удовлетворить интерес двух фракций по ресурсам. Банальным там террошишкам, сквернопли, адамантию и прочим ресурсам, которые нужны в повседневности. Решить такую проблему можно только одним способом. Это караваны. Караваны это персонажи первого уровня, которые загружают самой ценной рудой, травой, а также различными другими предметами, и вывозят эти ресурсы с ненаселенных серверов на заселенные. Условно говоря, с какого-нибудь пустого вестника Рока, где никто не играет, персонаж 70 уровня заезжает на него, фармит там руду, траву, загружает все это на персонажа первого уровня и вывозит это все на файмал. Спрос на этом сервере колоссален по своим объемам, цены там высоки из-за постоянного дефицита, а поэтому ресурсы быстренько сбываются на аукционе, а золото, соответственно, продается, и пользователь получает за это рубли. Разница за трансфер работу, как говорится, в карман. Штука очень выгодная, и только за счет караванов такие мега-сервера умудряются выживать, потому что если убрать караваны, во фракциях мгновенно начинается дичайший дефицит ресурсов, спрос такого сервера невозможно удовлетворить физически, не включив на сервер с десяток слоев. Активижн, закрыв файмал в прошлом месяце, совершили сразу несколько роковых ошибок. Во-первых, орда была в меньшинстве, и по сути своей ей удавалось держаться на файмал только за счет того, что на сервере был постоянный приток новичков, что так или иначе вселяло во фракцию некоторую надежду на будущее. Фактически пользователи имели шанс играть дальше и имели возможность получать постоянный приток свежей крови в своей коллективе в случае каких-то ЧП. Кроме этого, на сервере было большое количество голдфармеров, ботоводов, читеров и прочих ребят, которые занимались фармом различных ресурсов и выбрасывали их постоянно на аукцион, что также способствовало развитию экономики. И что еще важнее, на сервер постоянно заезжали караваны, которые позволяли также накачивать экономику огромным количеством ресурсов. Как бы странно ни звучало, но благодаря всей вот этой вот огромной РМТ-братьи, файмал и продолжал существовать с довольно адекватными и демократическими ценами на ресурсы. И между прочим, на файмал цены были дешевле, чем на любом другом реалме, хотя спрос был также выше, чем на любом другом реалме. Как раз из-за перенасыщенности рынка этими самыми караванами, читерами и ботами. Тем не менее, Близзарды сервак закрыли, читеров ботов побанили, по РМТшникам прошлись, и соответственно, трансферы тоже выключили и караваны обрубили. В результате чего на сервере начал резко расти дефицит на абсолютно все ресурсы. И уже буквально в течение двух недель цены на большинство расходников для рейдов возросли в цене примерно в 5-6 раз, что, как вы понимаете, вообще-то довольно дорого. В какой-то момент некоторые знакомые игроки из Орды на файмал рассказывали мне про то, что один припод для кастера обходился в сумасшедшее 20 золотых за штуку. Благодаря такому восхитительному подходу со стороны Activision, Орда начала размышлять на тему выезда с сервера, и оказалось, что Activision допустили гигантскую ошибку. Помните, я пару минут ранее говорил о том, что Близзард использовали такую любопытную систему, как бесплатный перенос персонажей с ненаселенных серверов на заселенные, для того, чтобы заселенные серверки укрупнить. Так вот, когда они закрыли файмал, они наоборот открыли с него бесплатный перенос на незаселенные сервера. И в результате Орда приняла решение уехать с заселенного файмал на незаселенный Разоргор, а с него на заселенный Генос. Разница бесплатного трансфера от платного в том, что при бесплатном трансфере вы можете перевозить любое количество ресурсов, и вы никак не ограничены. А поэтому ордынцы получили легкую возможность быстро укатиться с сервера, на котором Альянс доминировал, и который очень сильно тянул количество ресурсов на себя, тем самым еще больше увеличивая дефицит. К чему это привело? Еще два дня назад на своих прямых трансляциях мне приходилось доказывать людям то, что на файмал практически не осталось орды, и мне никто не верил. Однако вы прямо сейчас можете видеть соответствующий скриншот на экране. Да, на сервере теперь 93% Альянса и 7% орды. Более того, файмал, первый по заселенности сервер в мире, без преувеличения, это официальная информация от Blizzard, сейчас находится на третьей позиции в Европе, уступив немецкому Виноксису. Сервер стал монофракционным по Альянсу, и часть Альянса с этого сервера тоже выехала. К сожалению, в каком направлении, непонятно. Бежать с него особо некуда, поэтому оставшиеся игроки, скорее всего, зависнут там. Но сервер однозначно стал монофракционным, и ехать на него имеет смысл только Альянсу. Экономика у Альянса живая, сервер очень сильно разгрузился, поэтому ресурсов стало больше. Сервис снова открыт, поэтому вы можете как создавать там персонажей, так и переносить туда героев. Кстати, туда переходит довольно большое количество русскоязычных блогеров, и самых известных, например, можно взять китайца, который там сейчас качает персонажа, и планирует играть там в будущем. Также и я размышляю над переносом героя туда. Но выбирать ли этот сервер, в конечном счете, решать вам. Следующий сервак в нашем списке, это немецкий Виноксис. Как раз про него мы говорили 30 секунд назад. Немецкий Виноксис является последним сбалансированным сервером, и одновременно с этим заселенным сервером в Европе. На текущий момент его баланс находится на отметке в 60 на 40%, что в целом довольно неплохо, учитывая общую популяцию двух фракций. Сервер живой, в открытом мире качается огромное количество игроков. На нем можно использовать английский клиент, что в целом не мешает игровому процессу, но есть подводные камни. Лично я качал там твинка, и не сталкивался пока с большими проблемами в языковом сегменте. Немцы довольно быстро переходят на английский, если понимают, что ты не говоришь по-немецки, и в этом нет никаких проблем. Однако игроки, давно питающие на Виноксисе, рассказали мне, что на хай-энд контенте большинство коллективов, а также пукрейдов, используют в качестве основного немецкий, и английский не используют вообще. Безусловно, найти английских РЛов и английские гильдии можно, но их довольно мало. Русскоязычных же коллективов, в отличие от того же FireMouse, здесь нет. Находиться на Виноксисе можно, но если вы не знаете немецкого языка, это довольно затруднительно, особенно если мы говорим про какой-то рейдовый прогресс, а не про арену или что-либо еще. С другой стороны, повоевать в открытом мире все-таки можно, и в этом плане на сервере все не так однозначно. Могу ли я рекомендовать его для переноса ваших персонажей? Опять-таки, так же, как и в случае с FireMouse, и точно так же, как и в случае с Пламегором, наверное, нет, потому что это очень субъективный сервер, который вы должны оценить самостоятельно и принять решение по переносу героя, да или нет, уже самолично. Последний сервер, который мы должны обсудить, это тот самый Генос, на который выехала Орда непосредственно с сервера FireMouse, делав большой крюк через Разоргоры. Генос до июля месяца 2021 года считался международной столицей на уровне FireMouse. Тогда существовало две столицы. FireMouse была столицей казуалов, а Генос был столицей проигроков. Добиться такого статуса ему удалось благодаря гильдии Apes, которая на тот момент являлась самой прогрессивной, самой известной и самой популярной PvE-PvP гильдии в мире, про которую чаще всего говорили, и которая фактически тянула на себе весь сервер, а если быть точнее, фракцию Альянса. Тем не менее, после того, как Apes распались, и произошло это в июле прошлого года, сервер начал очень быстро загибаться, и игроки из Геноса, если быть точнее, Альянс, который был там в меньшинстве, начали очень быстро переезжать на FireMouse. Да, если вы не верите, крупные гильдии действительно влияют на происходящее на сервере, особенно если они популярны и действительно делают прогресс. После этого, буквально в течение полутора месяцев, Генос превратился в монофракционный ордынский сервер, коему он остается и до сих пор. На текущий момент сервер очень сильно пополнился и занял первое место по населенности, там играет сейчас около 25 тысяч игроков 70 уровня со стороны Орды, и вполне вероятно около 10 тысяч игроков, которые находятся на стадии прокачки или занимаются PvP составляющей. Сервер жив, на нем очень живая экономика и очень много новичков, которые постоянно качаются в Open World. На сервере Генос присутствуют русские ордынские гильдии, которые занимаются PvE составляющей на довольно высоком уровне, а также есть гильдии более казуального формата. В целом, на текущий момент Генос это, пожалуй, единственный сервер, за чью судьбу не стоит переживать, и единственный сервер, который вопросов не вызывает. Если вы играете за Орду, или вы планируете играть за эту фракцию, вас не пугает английский язык, или же вы уверены, что вы сможете найти русскоязычный коллектив, с которым вы сможете играть, то Генос, наверное, один из лучших вариантов для Орды на текущий момент, как для переноса персонажей по методу трансфера, так и для создания новых героев. И этот сервер я, пожалуй, могу вам рекомендовать, потому что в нем я на текущий момент однозначно уверен. Ближайшие месяца 3-4 Геносу явно ничего не грозит. Касательно же остальных перечисленных серверов, повторюсь, вы должны принимать решение самостоятельно, потому что их судьба находится под очень большим вопросом, и у них есть большие подводные камни. И последний сервер, который нам нужно обсудить, вернее, сервера, которые нам нужно обсудить, это, конечно же, фреши. У меня, безусловно, на канале уже был огромный подкаст, почти на 40 минут, где я делился своими впечатлениями по фреш-серверам. Я не буду дублировать всю информацию из этого подкаста по понятным причинам, и не буду углубляться в эту тему, потому что, повторюсь, я ее уже разжевывал. Но так как вы все равно спросите, коротко объясню. В русскоязычном сегменте фреша живого точно не будет. Не надейтесь на это, подписка в 2000 российских рублей остановит кого угодно при создании персонажа, а люди с опытом, скорее всего, пойдут на пламя гор. Поэтому фреш, может быть, и оттянет какое-то число русскоязычных пользователей, но полноценно жить он точно не будет. Будет ли жизнь у фрешей в европейском сегменте? Здесь ответ утвердительный. Один фреш однозначно выживет. Вопрос в том, сколько их будет. Тем не менее, поход на фреш даже в европейском сегменте это русская рулетка и кратковременное удовольствие. Вы получите определенный кайф от прокачки в равных условиях с другими игроками с нуля, но вы должны быть готовы к тому, что сервер после того, как с него откроются трансферы, это произойдет через три месяца после его релиза, уже по идее на втором месяце Лич Кинга, игроки с него, скорее всего, массово повыезжают, а на него заедет довольно большое количество новых игроков, которые захотят, собственно говоря, усилить гильдии. В общем, так или иначе, народ перемешается, но, скорее всего, фреши долго не протянут. Самое же главное, что вы должны иметь в виду, это то, что фреши это очень большая история про РМТ. В первую очередь на них идут РМТ-игроки, а поэтому, если вы надеетесь побывать на сервере, где еще не испорчена экономика, то забудьте, потому что рынок довольно быстро насытится золотом, бустами и прочими прелестями, которые смогут предоставить игроки, занимающиеся РМТ-составляющей. В целом, повторюсь, один европейский фреш имеет право на жизнь, но, скорее, это баловство буквально на три месяца и не более. Куда же в итоге стоит идти новичкам, куда же стоит трансфериться ветеранам и так далее? У меня нет ответа на этот вопрос. Поверьте, я нахожусь в размышлениях точно так же, как и большинство моих зрителей. Если за Орду ответ более-менее понятен, выбор очевиден, это Генос, это лучший сервер на текущий момент, где можно находиться за Орду, где есть прогресс, где есть актив, и на фоне которого Пламегор выглядит бледной тенью, то с Альянсом ситуация гораздо сложнее. У Альянса на Пламегоре явно большие проблемы с будущим, но при этом и переезжать пока что куда-то страшно. Виноксис это немецкий сервер, а FireMao беспрерывно теряет игроков. Да, сегодня и прямо сейчас на FireMao все хорошо, о чем мне говорят многие пользователи, играющие на нем. Но мы не знаем, что произойдет с выходом фрешей, мы не знаем, насколько сильно это повлияет на FireMao, мы не знаем, насколько много игроков покинет игру после запуска Личкинга, и как много игроков решат перейти на другие игровые реалмы, для того, чтобы почувствовать хоть какой-то иллюзорный баланс фракций. Все это очень сложная тема, ведь главная идея FireMao это практически эталонный баланс фракций, и эта идея была загублена компанией Activision Blizzard из-за полной неграмотности сотрудников и разработчиков этой компании, которым плевать на судьбу сообщества и которых интересуют только деньги. В таких условиях я не могу рекомендовать вам ни один из перечисленных серверов, кроме Геннесса. Впрочем, повторюсь, что у Орды на Пламегоре есть определенные шансы на благополучное существование, и на текущий момент она пока что вызывает довольно неплохое доверие на уровне Геннесса. На этом я буду заканчивать сей довольно водянистый, но, как мне кажется, полезный и интересный подкаст. Если он вам понравился, обязательно поставьте ему лайк, поделитесь своими впечатлениями в комментариях, может быть, расскажите про сервер, на котором вы сейчас играете, какие у него плюсы, какие минусы, возможно, это поможет каким-то новичкам, которые будут рыться в комментариях. Как говорится, не жлобитесь, напишите пару слов, возможно, это действительно кому-то поможет. Кроме этого, не забывайте нажимать на подписку, потому что ваша подписка очень сильно мотивирует меня к созданию нового контента. На текущий момент я создаю 6 роликов-подкастов, а также 5 стримов каждую неделю, и делаю это исключительно благодаря вам, уважаемые зрители, благодаря вашим просмотрам, вашим подпискам и вашей активности. Жмите на подписку, буду очень благодарен. Также я вам буду благодарен за любую другую активность, а также отдельная благодарочка всем, кто досмотрел сей подкаст до самого конца. До очень скорой встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!